Добрый день. Здравствуйте. Мы продолжаем серию выпусков, касающихся выбору тканей для мягкой мебели. Меня зовут Александра Чистова, я бренд-менеджер компании The Light Leantex. Я представляю вам Андрея Ивановича Мороза, эксперта международного уровня, я зачитываю, в области технологии производства интерьерных тканей, художник-архитектор. Вы же понимаете, я найду, что-то не смогу запомнить. И у нас в недавнем выпуске был такой вопрос задан. Мы сейчас его озвучим. Я, вернее, озвучу. Итак, вопрос такой. На какие характеристики тканей, вопрос о ткани, нужно обратить внимание при выборе мягкой мебели в какое-либо влажное помещение. То есть это может быть либо какая-то терраса, или в ванне, возможно, диван, кресло, или в бассейне. То есть влажное помещение любое. На что мы обращаем внимание? На какие характеристики ткани? Ну, характеристики мы показывали, их 10. Но часть из них будут являться основными. Понятно, что плотность должна быть выше 270 грамм. Понятно, что есть определенное понимание теста. Ткань должна быть без раздвижки нити. То есть она должна как бы немножко подсобираться. Плотность. Но для влажного помещения нужно здесь еще одно свойство. Это инертность к влаге. А это достаточно все просто. И мне кажется, любой из пользователей поймет, что такое инертность к влаге. Это как, знаете, полотенце, выбирают полотенце. Какое лучше будет впитывать влагу, то и хорошо. Нам этого как раз и не нужно. Инертность к влаге. То есть, если она влажная, то она не будет собирать на себя вот эту воду. То есть она будет... То есть и есть понятие инертности к влаге. А что это такое? Это надо смотреть на состав. Из чего? Из каких нитей? Из какого состава сделаны нити? Собственно говоря, сама ткань. Хлопок, шерсть, лион сюда абсолютно не подходят. Здесь нужны другие. Теперь по градации. Первое, что мы можем бюджетно выбрать. Более бюджетно. Более. Я сейчас буду говорить с точки зрения развития стоимости. Первое это будет полиэстер. Сам по себе полиэстер уже инертен к влаге. Вторым, но дороже процентов на 15-30 процентов, это будет акрил. У акрила есть одно свойство по отношению к полиэстеру. Первое, с точки зрения инертности к влаге, оно такое же. Но у акрила есть нюанс. Он еще более износостойт. При том же объеме нити по отношению к полиэстеру. Здесь добавляется износостойкость. И третье, самое, собственно говоря, с этой точки зрения дорогое, но служащее еще больше, потому что дополнительные характеристики начинают появляться. Это полиэлифин. Полиэлифин это та ткань, которая используется для морских судов, для яхт и так далее. Там вообще получше. Там все время, на 100 процентов, каждый день избыточная влага. Вот, наверное, это для бассейна будет самым лучшим. Но у полиэлифина есть еще дополнительные свойства. Он, с точки зрения впитывания в себя красителя, активного красящего пигмента, он более, ну как бы, благодарен. Он будет более ярок, более красив. И у полиэлифина есть еще одно дополнительное свойство, не отвечающее за влажность, но мне нужно его все равно будет перечислить. Это, собственно говоря, ну, к красителям он относится хорошо, он износостойк, к влаге вообще его как раз нужно применять. Ну, у полиэлифина есть еще одно, ну, скажем так, очень важное свойство. Красители, которые он получил, то есть у полиэлифина выгорания тканей меньше. То есть, например, можно акрилом ограничиться, когда это бассейн, или взять все-таки полиэлифин в бассейн, но для террасы, то есть для уличных использования, где влага тоже может быть, то ее нет, то много, все-таки попадает солнечные лучи в большем объеме. Вот здесь полиэлифин добавляет это дополнительное свойство, как раз и будет более выгоден с точки зрения уличных тканей. Но, опять же, уличные ткани, это не значит только на улице, да? Они могут быть в интерьере, в полном объеме и так далее. Например, возьмем другой пример. Вроде бы провлажный, ага, это может быть терраса, это может быть сауна, может быть баня, может быть бассейн. Но есть еще один вопрос. Например, у вас коттедж, вы его эксплуатируете в летний промежуток времени, а зимой уезжаете в городскую квартиру. Влажность будет в этом помещении? Естественно, если оно не отапливается и не держится комнатная температура. Риск есть получения влаги? Есть. Тогда полиэльфин со своими характеристиками и возможностями как раз будет учитывать этот аспект и тоже будет в интерьере замечательно и красиво смотреться. То есть влага, это не постоянность, а может быть сезонность. Поэтому здесь тоже рассматривать вопрос влагоустойчивости вот этой вот всей части запросов, это еще может касаться просто даже обычного интерьера. То есть полиэльфин мы смотрим на маркировку состава ткани. То есть это не должен быть полиэстер, это не должен быть хлопок, что-то такое. Нет, натурально вообще надо убирать, если есть влага, все. Если мы ищем ткань для мягкой мебели, в частности, для влажных помещений, это могут быть террасы, бассейны, любые влажные помещения, перепад температуры в домах в том числе. Мы смотрим на состав ткани, это если вы найдете полиэльфин, это оптимальный выбор для вас. Это не оптимальный, это максимальный. Лучший. Оптимальный полиэстер, можно с этим все уже ограничить, да, тут надо смотреть просто на это. Я просто показал аранжировку, есть полиэстер, про который мы больше знаем, есть акрил, он просто более износостойкий, чем полиэстер, если дополнительное свойство, необходимость, есть такое. Есть высшая степень, то есть мы рассмотрели с вами три степени. Вот этот максимальный, ну я имею ввиду полиэльфин, а оптимальный, как вы сейчас правильно сказали, оптимальность тоже нужна, это полиэстер. Но опять же, 270 грамм как минимум в плотности должно быть. И мы проверяем опять же по тому тесту, который сегодня я немножечко подробно... Ну, я думаю, что это было понятно, если по этому тесту, который я вот провел, не все было понятно кому-то, задайте вопрос, мы еще раз отдельно этой теме посвятим. Как можно проверить, та ли ткань будет в мягкой мебели оптимальна. Немножко вернусь, отмотая назад, на полиэльфин, а олифин это тоже самое, то есть если, например, вы встретите состав, найдете олифин, ой нет, это не полиэльфин, это мне не нужно, я пошла. Это же то же самое? Нет. Нет? Олифин, полиэльфин. Олифин это волокна из конопли, это стариннейшая технология производства канатов, парусов для вот это вот 17-18 век, это вот за натуральность некую, да? Эти волокна инертные к влаге, то есть с точки зрения запросов на влажные помещения, на все остальное, он очень избыточен. И этот вопрос очень актуален. И для того, чтобы получить надежные, в более широком производстве, был и изготовлен из полиэльфин, поэтому называется полиэльфин. И он ничем не уступает, а наоборот, есть определенные дополнительные возможности с точки зрения дизайнерства, окрашивания, солнца, устойчивости и всего остального. То есть полиэльфин немножко лучше, чем олифин. Но по сути... Но по сути олифин относится к натуральным волокнам, а полиэльфин к искусственным. И вот здесь искусственность и натуральность не влияют с точки зрения на экологичность и все остальное. Всегда полиэльфин, скажем так, искусственные ткани, которые там, либо вообще в интерьере используют, портьеры, покрывала, мягкая мебель, в коллекционном портфеле всегда обязательно проходят тесты на 100... Отсутствие 100 вреднейших веществ, которые могут встречаться в обыденной жизни человека. То есть у коллекционного продукта нет вредности. То есть они экологичны на 100%. Вот что нужно понимать и знать. В чем отличие, например, от ткани, которую мы купим там на базаре или на рынке непонятно, неизвестного происхождения. То компания, которая занимается этим коллекционно, они отвечают и гарантируют то, что сертификат и все это обязательно должно присутствовать. То есть ткань не наносит вред как минимум здоровью человека? Не как минимум, а просто не наносят вред. То есть по умолчанию. То есть это отсутствует, это гарантия. Андрей Иванович, спасибо огромное за столь подробный ответ. Итак, мы с вами прощаемся. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok